Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Сегодня четверг, 19 октября. Начинаем наш мастер-класс на тему, что такое криптовалюта и как можно на них заработать. Прежде всего, хотелось бы понять, хорошо ли меня видно и слышно. Поставьте плюсики в общем чате, если это так, и мы продолжим обсуждение тех тем, которые мы сегодня для вас подготовили. Да, отлично, я вижу, что вы меня видите и слышите. Вкратце обозначу план сегодняшнего мероприятия. Мы обсудим сначала теоретические аспекты, буквально 5-7 минут. Для тех, кто только начинает знакомиться с данной сферой, это будет полезно, чтобы включиться в наш общий диалог. Далее мы обсудим основные новости, которые будут влиять на котировки биткоина и других криптовалют в самые ближайшие недели, либо те, которые уже повлияли на ценообразование по криптовалютам. Затем поговорим о торговых идеях. Порядка 10 криптовалютных пар мы обсудим. Обозначим ключевые торговые сигналы для входа в рынок стоп-лост и профит. Я имею в виду, что обозначим точки входа в позицию, наши цели и точки по ограничению убытков. И затем для наших зрителей сегодняшнего вебинара будут специальные преимущества, специальные небольшие подарки, которые мы в конце сегодняшнего вебинара также озвучим. Поэтому советую оставаться в трансляции до конца. Ориентировочное время 45-50 минут, которые мы будем вместе обсуждать эту, безусловно, очень важную, интересную и, главное, перспективную тему. Что такое криптовалюта, я думаю, каждый из вас уже слышал. С ведущих полос газет, прежде всего, онлайн-СМИ, конечно же, не исходит этот термин, криптовалюта, биткоин. Это актив, который полностью является виртуальным, либо цифровым, то есть средство платежа, прежде всего. Он задумывался именно как то, на что можно купить любую вещь, любой товар, либо платить услугу. И, конечно, задумывался как средство перевода между участниками системы. Но сейчас мы понимаем, что на основе технологии блокчейн, на котором был изначально и основан сейчас биткоин, то есть биткоин это первое, что появилось именно на основе блокчейн-технологии, мы понимаем, что эта инновация способна коренным образом поменять наше представление о финансовом мире и помочь модернизировать, сделать многие процессы более эффективными. Вот мы чуть позже поговорим, например, о криптовалюте Ripple, которая буквально перевернула банковский мир в этом году. И на самом деле, вот именно с практической точки зрения мы чуть позже обсудим перспективы Ripple и то, чем он может быть полезен нам, как обывателям, именно в финансовой сфере. Зачем нужны криптовалюты? Вопрос, который задают каждый, многие новички. И две основные функции, два предназначения у криптовалют есть. Если мы говорим, опять же, не про технологию блокчейн, а именно конкретно про криптовалюты, то есть про виртуальные монеты. Конечно же, расчеты и платежи, что уже было обозначено. Но и вот та функция, которая появилась относительно недавно. Изначально мало кто задумывался о том, что можно хорошо заработать на росте стоимости криптовалют, то есть инвестировать и получать спекулятивный доход. Но вот в нынешнем году особенно стало понятно, что биткоин, например, может принести более сотни процентов годовых, что, конечно, не идет ни в какое сравнение с доходностью по банковским депозитам, например, да и вообще по любым другим финансовым инвестиционным инструментам. Поэтому, конечно, и сегодня тоже наш мастер-класс будет посвящен именно тому, как можно зарабатывать на криптовалютах, на изменении их цены и как-то сделать наиболее правильно. И опять же, мы говорим сегодня именно об актуальных торговых возможностях. Но об этом чуть позже. Биткоин, самая первая криптовалюта, появилась она в 2008 году, были именно первые упоминания о ней. Фактически можно было что-то с ней сделать уже в 2009 году, но, опять же, в такую историю мы углубляться сегодня не будем. Про принцип анонимности в проведении платежей, правда, он не полный, он частичный. Сейчас именно так принято считать, что это частичный принцип анонимности. И более того, многие страны идут по пути такому, чтобы сделать эти процессы более прозрачными, чтобы получить информацию об отправителях, о получателях платежей. Но, опять же, одно из главных достоинств пока в использовании биткоина, например, это скорость проведения платежей. Но мы, опять же, должны делать определенные оговорки. Да, в данный момент, учитывая то, как насыщенная система биткоин в целом, именно с биткоинами наблюдаются проблемы в транзакциях, мы об этом тоже чуть позже детально поговорим. Именно за счет того, что есть вопрос по комиссионным издержкам сейчас в сети биткоин, по времени обработки транзакций. В связи с этим появляются так называемые форки, либо ответвления. Вот основной ветви. Проще говоря, появляются новые аналогичные криптовалюты, которые более предназначены для именно расчетной функции. И вот биткоин кэш, например, яркое тому подтверждение. Возможно, вы слышали о том, что в августе биткоин превратился фактически в две криптовалюты. Ну, то есть, если говорить правильнее, разветвление произошло. То есть, условно, когда одна железная дорога, скажем, превращается в две, то есть разветвляется, вот можно такой пример, вполне такую аналогию привести. Теперь есть биткоин, есть биткоин кэш. И более того, низко забегая вперед, отмечу, что скоро появится еще и биткоин голд, вероятнее всего. Это будет уже 25 октября. Опять же, мы детально эту новость обсудим, когда перейдем к анализу графика цены в торговой платформе. На данном слайде вы видите, что изначально биткоины и криптовалюты появляются в качестве вознаграждения за обработку транзакций внутри системы, то есть, это такой элемент по поддержанию и самообеспечению системы. То есть, невозможно, скажем, какой-то организации или по группе трейдеров просто взять и из ничего, как вот это происходит с отпечатанием бумажных денег, невозможно взять и просто сделать биткоин. Нужно его получить в качестве вознаграждения за что-либо, либо просто купить за обычные деньги или другие криптовалюты. Изначально было очень много споров о том, что же более выгодно, более прибыльно, майнинг, то есть, биткоинов, либо добыча на компьютере за счет решения вот этих задач, либо торговля, то есть, спекулятивный заработок на изменении курса криптовалюты. В данный момент в отношении биткоина уж точно очевидно, что зарабатывать на изменении курса криптовалют более просто, потому что не требуется, скажем, специальная техника, более низкий порог входа в эту деятельность. То есть, если мы рассматриваем, скажем, трейдинг, торговлю криптовалютами и майнинг как бизнес, то нужно обозначить, что трейдинг имеет более низкий порог входа. Вот, например, в компании Амаркетс, которая для вас проводит данный вебинар, можно начать торговлю буквально с низких сотен долларов, то есть, даже если у вас нет, скажем, средств на приобретение одного полного биткоина, вы все равно можете участвовать в изменении его цены, зарабатывать на увеличении его стоимости. Не говоря уже про более дешевые криптовалюты, например, есть Ripple, который стоит буквально около 20 центов в данный момент. Вы это увидите, опять же, на графике несколько позже. Двигаемся дальше. Почему биткоин будет расти и дальше, причин тому много. Есть два основных класса, точнее, даже три группы можно выделить. Это технические предпосылки, то есть, те, которые на графике цены прослеживаются, исходя из прошлых движений цены. Затем фундаментальные основания – это вот те новости, которые будоражат общественность. То есть, то, что двигает цену вверх, особенно, если мы говорим про импульсные движения, как было несколько дней назад. И третья категория, которую я бы выделил, – это психология участников рынка, определенные, скажем, надежды некоторых участников, связанные с отработкой той или иной новости, либо просто эмоции. Потому что мы, те, кто торгует, скажем, другими активами, уже долгое время, валютами, акциями, не понаслышке знаем о том, как эмоции могут повлиять на торговлю. И отчасти вот то движение, которое было в этом году, оно было вызвано именно ажиотажем, то есть, психологическими особенностями поведения основной массы участников рынка. То есть, если вы видите, что, допустим, цена какого-то актива увеличилась, скажем, на 100% всего за несколько дней, и все идет к тому, что движение продолжится, конечно, вы также примете решение поучаствовать в этом событии. И вот приток все новых инвестиций, увеличение капитализации биткоина и сферы криптовалют в целом, вот и обусловило тот рост, который мы видим на данный момент. Отмечу, что рост еще далеко не закончен. Есть множество оснований для того, чтобы считать, что биткоин вполне может достичь отметки и в 10 тысяч долларов, но пока мы говорим про 6-6,507 тысяч, не более, но опять же, очень многое будет зависеть от того, что мы увидим уже 25 октября. И, конечно же, в ноябре запланировано очень значимое обновление протокола биткоина, могут быть различные технические сложности с адаптацией измененной системы к тем реалиям, к обработке транзакций, к проведению платежей. И если возникнут какие-то технические проблемы в сети, конечно, можно будет увидеть срочный обвал котировок по биткоину и, как следствие, по другим криптовалютам. Но, опять же, до того, пока у нас не появилась вот этой новой информации, пока мы не видим поочию, как работает система после обновления, можно говорить о том, что предпосылки для роста именно фундаментальные сохраняются. Что касается технического анализа, то об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Пожалуйста, вопросы можете писать в общем чате, можете писать в специальной вкладке «Вопросы». На них мы обязательно ответим ближе к концу нашего мастер-класса и вы обязательно услышите ответ на ваши вопросы. Довольно важная тема – это выбор площадки для торговли. Можно торговать с криптовалютой через биржи. Это то, те вот институты, да, можно и так обозначить, те площадки, которые изначально появились. И вот относительно недавно, около двух лет назад, регулированные брокерские компании также включили в список доступных для торговли активов именно криптовалюты. Как раз-таки компания «Маркетс» – это не биржи криптовалют, это именно регулируемый брокер, который изначально занимался тем, что представлял услуги по торговле валютными парами, акциями, облигациями, товарный рынок был представлен. И вот буквально не так давно относительно были запущены и криптовалюты тоже. На самом деле, вот есть определенный спор, где удобнее торговать на бирже криптовалют, либо у брокера. На данном слайде вы видите основные «за» и «против» вот того решения. Конечно, на бирже криптовалют может быть много, сравнительно больше доступных инструментов для торговли, их может быть несколько сотен даже на некоторых площадках, хотя на многих их всего не более десятка, например. Но тем не менее, если мы говорим про надежность, про спокойствие в отношении своего капитала на торговом счете, то, пожалуй, выбор именно брокера выглядит более очевидно. Мы знаем про несколько инцидентов с биржами криптовалют, в частности, банкротство MT-GOX в 2013 году, с BTC-E, инцидент летом текущего года. Да, торговли возобновили, но многие трейдеры пропустили очень прибыльный август из-за того, что у них были заморожены деньги на счетах BTC. А именно тогда, напомню, биткоин обновлял исторические максимумы и можно было очень неплохо заработать. Опять же, многие по причине того, что биржа заморозила средства, не мог поучаствовать в этом движении. На самом деле, сегодня появилась новость о том, что Bitrix, возможно, вы слышали про эту биржу, начал блокировать аккаунты пользователей, причем без каких-то предупреждений. Это важная тема для разговора, потому что, вот опять же, регулятор в лице, скажем, точнее, на роль регулятора претендуют многие страны, хотя, по сути, никакого регулирования у данной сферы нет, если говорить про биржи криптовалют. Так вот, предпринимаются попытки на данную сферу повлиять, и вот именно из-за того, что юрисдикция Bitrix расположена в США, есть такая информация, что именно из-за этого происходит блокировка аккаунтов пользователей, скажем, из России, Сирии, Пакистана, Индии, то есть стран, которые наиболее уязвимы в случае, скажем, каких-то санкций, либо если мы говорим про какую-то внешнеполитическую деятельность. Поэтому, опять же, нужно быть осторожным при выборе площадки, на которой вы работаете, и есть такой совет, то, что желательно иметь торговые счета на нескольких площадках, чтобы одна из них, скажем, снижала риск по другим, то есть диверсификация, просто разделение риска. На этом, что касается теоретической составляющей, пожалуй, все, хотя мы так или иначе затронули и практические вопросы, и вопросы по фундаментальным факторам, новостям, но, тем не менее, сейчас я запущу трансляцию рабочего стола, мы перейдем в торговый терминал Minotrader 4, вот на слайде вы видите, что это один из плюсов использования брокера, то есть у вас есть в таком случае полноценный терминал для анализа рынков, для удобного просмотра графиков, для нанесения различных дополнительных индикаторов на него, и вот сейчас мы это все и рассмотрим. Если вы видите график и мой рабочий стол, то, пожалуйста, также поставьте плюсики в общий чат, чтобы я понимал, что все видно и все работает. Да, отлично, можем продолжать. Переходим к графику биткоин-доллар. Мы видим, что после очередной волны роста с 3, даже с 4 тысяч долларов до почти 6, у нас был некий период коррекции. Коррекция называется движение в противоположную сторону при каком-то выраженном тренде, то есть общий тренд у нас восходящий, а коррекция значит движение вниз, если кто не знаком с данным термином. На самом деле по биткоину коррекция – это регулярное явление, опять же в силу того, что объема в рынке не так много относительно, скажем, какого-то инструмента товарного рынка, будь то, скажем, металл, золото, либо та же нефть. Если мы сравниваем капитализацию биткоина, то она по-прежнему еще уступает, скажем, ведущим мировым финансовым активам, будь то облигациям, например. И поэтому рынок более волатилен, в этом его и преимущество по сравнению с другими рынками, то, что мы можем увидеть движение на несколько сотен долларов в день, и актив может прибавиться не около 20% за, скажем, торговую сессию, либо увеличится в цене на 50% за буквально несколько торговых сессий. Вот что мы, собственно, и наблюдали в течение последних недель. Недаром я отметил желтыми прямоугольниками определенную область на графике. Все потому, что вот по канонам технического анализа, опять же, ситуация всегда повторяется. То есть то, что мы видели в прошлом, очень вероятно, что повторится. И в будущем главное заметить определенные признаки и сходства вот в тех движениях, которые были ранее, и тех, которые мы видим в данный момент. По сути, очень похожая ситуация, так называемый V-образный разворот, когда мы видим нечто похожее на английскую букву V, то есть есть, скажем, резкое падение, и столь же резкий происходит рост, то есть возврат к тем отметкам, которые были буквально несколько часов или дней назад ранее зафиксированы. Вот подобная область отмечена желтым. И что нас более всего интересует в данный момент, мы видим, что ситуация отчасти повторяется в данный момент. То есть что это означает? Что у нас есть некий признак продолжения восходящего тренда, и в ближайшее время, в ближайшие дни может появиться сигнал на покупку. Вот отмечу, что на прошлой неделе, в четверг, мы также обсуждали текущую ситуацию по рынку, и отмечали, что стоит обязательно покупать биткоин. Вы можете запись трансляции посмотреть, то есть я не пытаюсь как-то прогноз сделать прибыльным задним числом, а все это есть в записи. Мы также онлайн говорили о том, что будет обязательно обновление максимумов, и стоит покупать биткоин, причем, опять же, это уже общеизвестный факт, что идет приток, переток средств из других криптовалют, из альткоинов, в главную криптовалюту, в биткоин. Все потому, что опять же 25 сентября будет форк, разделение, и возможно, очень вероятно, что держатели биткоинов на кошельках получат такую же точно сумму, но уже в валюте биткоин-голд. Поэтому, конечно, все покупают сейчас биткоин вот в преддверии этого события на этих слухах. В принципе, это было довольно очевидное торговое решение, и вот не трогая, почти не трогая в последнюю неделю другие криптовалюты, мы работали на покупки по биткоину. Сейчас есть некое замедление, есть коррекция, вы можете видеть ее на графике, опять же, желтая область, повторяющаяся во многом, вот с тем, что мы видели, скажем, ранее. Но, тем не менее, есть так называемый уровень сопротивления, то есть это синяя линия, это линия, вдоль которой пытаются продавать те, кто негативно настроен к биткоину в данный момент времени. И можно обозначить такой сигнал, что если мы окажемся выше отметки в 5 770 долларов за один биткоин, то это будет означать пробой данной линии сопротивления, то есть те, кто продавал вдоль этой линии, будут свои позиции закрывать, потому что будет очевидно, что состоится очередной импульс движения цены вверх. Поэтому, конечно, при пробое этого значения ценового можно будет входить в длинную позицию, то есть покупать биткоин по отношению к доллару, например, вот именно этот график мы сейчас рассматриваем. Цели можно обозначить первые, это 6200-6300, но думается, что если, вот опять же, будет такой же повышенный объем, как мы видели несколько дней назад, то вполне мы можем и 6500 увидеть. Это опять же в том случае, если мы закрепимся выше уровня сопротивления, то есть выше синей линии. Пока же стоит ожидать, может быть, несколько часов, может быть, день-два, но, тем не менее, нужно додаться именно пробоем данного значения. С одной стороны, можно говорить о том, что коррекция будет продлена в ближайшие дни, то есть мы увидим вторую волну снижения, но, опять же, продавать биткоин, если вы настроены, скажем, негативно, либо если вы не верите в его дальнейший рост, либо считаете, что, скажем, в конце октября будут негативные новости в результате разделения биткоина. Так вот, продавать биткоин можно только ниже уровня в 5500, это, во-первых, психологически важная отметка на графике, и, во-вторых, там находится, опять же, большое скопление объема. Да, я вижу чат, не могу, к сожалению, всегда держать его открытым и реагировать вовремя, но я так понимаю, что был дан верный совет, просто можете свернуть общий чат, и вам будет виден сам график, а вот именно картинка с моим изображением будет вправо смещена и вверх. И запись, трансляция обязательно будет, там все также будет детально и, я думаю, даже более удачно видно. Итак, двигаемся дальше, я думаю, что с чатом и с отображением графика мы разобрались, можно сделать вот так, я думаю, теперь точно всем видно картинку. Еще раз повторю, вот у нас есть верхняя линия, это уровень сопротивления, ниже которого лучше не покупать, потому что пока еще ситуация не определена, то есть более высока вероятность того, что мы отправимся вверх к значениям 6200 и даже 6500, но пока говорить об этом с высокой долей вероятности не приходится, потому что мы не преодолели этот уровень сопротивления. И повторюсь, что продавать можно будет только ниже отметки в 5500. Это вот именно наша рекомендация. Опять же, очень верный был совет дан в общем чате. У нас есть чат трейдеров, в котором уже более 300 участников, которые довольно давно торгуют, и там буквально каждый день публикуются именно актуальные торговые идеи, взгляд довольного участника рынка на предстоящие события, в том числе аналитики нашей компании там также свои торговые идеи размещают, поэтому рекомендую всем в торговый чат присоединиться, чтобы в режиме реального времени получить информацию о торговых идеях. Двигаемся дальше по биткоину. Я думаю, что в принципе ситуация понятна. Есть два основных уровня, в которых стоит работать. Сейчас нужно просто подождать и работать уже вероятнее всего по направлению продолжения тренда, то есть покупая биткоин. Далее, вторая по значимости, вторая по капитализации криптовалюты – это эфир. Во многом это уже не криптовалюта, а скорее платформа для создания различных проектов, для ведения проектов на основе смарт-контрактов. И, конечно, вот те многочисленные ICO, которые стали возможны в текущем году, не произошли бы никогда, если бы не платформа эфир. Вот что касается данной криптовалюты, то буквально на днях появилась новость о возможном разделении, то есть не просто об обновлении протокола, обновление состоялось буквально в этот понедельник и в целом прошло довольно в позитивном ключе. Кстати, вот интересный момент. Посмотрите, как реагируют на те или иные новости котировки криптовалют. Можете видеть, что, например, 16 числа, в этот понедельник, был определенный импульс сначала вверх, а затем последовало уже и снижение. Вот именно на фоне новостей об обновлении протокола эфир. Но вот появилась новость о том, что растет число недовольных как раз-таки текущей ситуации, и мы можем вполне увидеть то, что видели прошлым летом, когда из одного эфира одной криптовалюты стало две, эфир-классик и вот эфир, то есть под таким названием одна из криптовалют осталась. Про эфир-классик мы сейчас далее скажем, по нему также вполне вероятно будет торговая возможность в самое ближайшее время уже. А что касается эфира, то он выглядит пока не очень сильно. И если биткоин, скажем, растет, в последние недели обновляет регулярно исторические максимумы, то вот про эфир этого сказать нельзя. Та верхняя планка на отметке в 390 долларов за один эфир, которая была достигнута еще в августе, она так и остается не покоренной, эта вершина. Можно было судить о том, что мы опять приблизимся к этому значению, но опять же, сейчас пока скорее этого не будет, нежели ситуация повторится. У нас есть важный уровень, это уже линия поддержки, так называемая, с позиции теханализов. Она также синим цветом на графике обозначена. И если мы окажемся ниже нее, то появится отличный сигнал для открытия сделок на продажу. Мы по истории можем видеть, что продажи эфира также могут принести довольно неплохой доход, потому что особенность криптовалют в том, что они не только быстро растут, но и едва ли не еще быстрее падают в цене. Поэтому какой-то краткосрочный тренд можно поймать и заработать на снижении криптовалют. Опять же, большое отличие работы через брокера по сравнению с работой через биржу криптовалют заключается в том, что у брокера доступна короткая позиция. То есть вы можете не только покупать и зарабатывать на росте криптовалюты, но и зарабатывать на ее снижении. То есть суть этого в том, что вы технически как бы берете в долг криптовалюту, причем не нужно за это что-то платить, кроме своп-пункта, ну это совсем незначительная величина, около 10-15 центов в сутки, то есть совсем почти ничего. И то, что вы взяли в долг, продаете. И затем, когда цена, скажем, снизилась, у вас брокер обратно выкупает уже по худшей цене этот контракт. Но учитывая, что мы все позиции хит-жируем, то есть также вместе с вами открываем такую же сделку у другого участника рынка, если простым языком говорить, получается, что вы можете заработать на снижении курса. Вот опять же, если эфир пробьет эту линию поддержки, то появится отличный сигнал для открытия коротких позиций. Обозначу этот ценовой уровень в 300 долларов. Если быть точным, то там есть такая область скопления объемов, где состоят множество ордеров. Если вы посмотрите объемы на крупных криптобиржах, то увидите, что именно в председании уровня находится довольно большое скопление, отложенных ордеров и на покупку, но прежде всего на продажу, они там стоят. То есть это область с 300 до 292 долларов примерно за один эфир. Вот если мы окажемся ниже этих значений, то можно будет присоединиться к снижению и поучаствовать в этом тренде. А цели будут... Первая цель будет на отметке в 278, затем будет отметка 250. Могу обозначить значение, чтобы было наглядно понятно. Это опять же значения, основанные на скоплении объемов, именно по заявкам. Вот 275, 250. И плюс это округлые значения цены, то есть на самом деле психологически важные ценовые уровни. И далее 200. То есть вполне возможно, что мы увидим 200 по эфиру, но это в том случае, если появится новая порция негатива в отношении данной криптовалюты и возможное разделение, возможное ответвление и появление новой криптовалюты. Вот его уже заочно назвали ETH Classic 2, но, конечно, у него будет другое название, но это повторение ситуации с ETH Classic. Поэтому и говорят об этой аналогии. Если мы это все-таки увидим, то вполне и до 200 можем дойти. Но опять же, пока мы не опустились ниже 300 долларов за один эфир, говорить о продажах пока не приходится. Ситуация может поменяться, но это выглядит сейчас менее вероятно, нежели именно снижение данной криптовалюты. Вот как раз-таки эфир Classic, о котором мы уже несколько упомянули. Ранее он не характеризуется наличием какого-то ярко выраженного тренда. То есть если мы посмотрим на график биткоина, еще раз, то увидим, что очевидно восходящий тренд. Очевидно, криптовалюта постоянно увеличивается в цене, обновляет свои максимумы. Если же мы посмотрим на ETH Classic, то увидим, что примерно в рамках определенной боковой консолидации движение происходит. То есть цена стоит или топчется на месте. Но опять же, границы этого бокового коридора весьма и весьма широкие. верхняя граница – это уровень 22 примерно доллара за одну монету. А нижняя граница – это отметка в 8. В 8 или даже в 6 долларов. Поэтому, конечно, диапазон довольно широкий. И в таком случае работает торговая стратегия, которая базируется на работе в рамках именно боковой консолидации. То есть нужно покупать от нижних значений и продавать от верхних границ. Как раз-таки в момент, когда он в начале сентября стоил 22 доллара, некоторые наши трейдеры начинали первые продажи и на самом деле заработали на этом около 30% доходности. Потому что снижение последовало вплоть до отметки в 7-8. Но, конечно, все позиции были закрыты раньше, потому что довольно сложно долго удерживать позицию, тем более на продажу по криптовалютам, потому что мы привыкли к тому, что криптовалюта стреляет именно вверх. Поэтому опасно удерживать долго позицию на продажу. Вот мы дальше сейчас увидим, как могут выстреливать криптовалюты, за которыми, казалось бы, мало кто следил, и прибавлять в цене по 200, даже по 300% буквально за считанные дни. Что касается эфир-классик, то сейчас можно вполне открывать сделку на продажу от текущей отметки в 11-18, потому что мы видим, что есть довольно сильный ценовой уровень, обозначенный линией синего цвета. Цена находится под этим значением, то есть мы можем увидеть продолжение вот той нисходящей тенденции, которая наблюдается. Но опять же, несмотря на то, что мы пробили еще и вот такую линию поддержки, которая под углом определенным можно легко провести, тем не менее с позициями на продажу советую быть осторожнее и по возможности быстрее фиксировать ту прибыль, которую вы получаете. Ну вот целью ближайшей в данный момент является отметка в 9.50, ну это около как раз-таки 15-20% дохода к счету, прибыли к счету можно получить на этом движении, причем без использования кредитного ключа, например. Далее хотелось бы отметить СКР. Есть буквально сегодня, вот был некий всплеск по данной криптовалюте, вот желтой фигурой отмечена данная область, однако сейчас мы видим, что движение не развивается, мы скорее возвращаемся к нисходящей тенденции, поэтому покупать The Cash пока не стоит, можно даже его понемногу продавать, опять же еще работает торговая идея с продажей альткоинов по отношению к доллару и к биткоину, потому что все так или иначе перекладываются, хотя процентов 80 уже денег тех, кто хотел, уже переложились в биткоин, но тем не менее, вот тот тренд, который был задан нам позапрошлой еще неделе, он имеет место быть и он может продолжить. То есть снижение криптовалют именно не биткоина, а альткоина и полномерное увеличение стоимости биткоина. Поэтому опять же, продать небольшим объемом, это сделка, которая нуждается еще в дополнительном подтверждении на графике, либо фундаментальном, но тем не менее, продать с небольшим объемом запрошь вполне можно. И опять же, всплеск объема, кстати, обратите внимание, очень показательная ситуация, такое было несколько раз, вот третий такой эпизод, то, что после того, как цена на повышенном объеме выстреливает вверх, ее довольно быстро возвращают назад. Такое было уже два раза в прошлом, и сейчас я почти уверен, что ситуация повторится. То есть также после всплеска вверх цены возвращают обратно, к прежним значениям и более того, она обновляет именно минимальные значения, то есть сначала она сходила с 240 до 227 долларов за монету, затем с тех же самых 248, даже 250 до 212, то есть диапазон стал еще шире, и сейчас с 237 вполне может уйти и ниже даже 200 долларов за одну монету. Если мы говорим о покупках, то в случае с криптовалютами, опять же, всегда нужно держать в уме возможные покупки, потому что может быть, скажем, такой же выстрел, как был по Монеро, возможно, вы видите сейчас на графике с 40 до 150 долларов буквально за несколько дней, всегда нужно учитывать такой сценарий на фоне появления слухов различных. Так вот, если мы хоть как-то рассматриваем сценарий на покупку по АЗК, что покупать его можно не ранее, чем после преодоления отметки 238 долларов за одну монету. То есть если мы вдруг оказываемся выше 240-238 вот этого диапазона, то можно, причем будут повышенные объемы, опять же, не стоит об этом забывать, то можно будет открывать позицию на покупку и цели могут быть первые. Это отметка 260 долларов, потому что это недавний максимум. И более того, Zcash может сходить и на 400. Вполне, потому что мы видим, что по графику это было возможно. В июне мы были на этих значениях, в сентябре, несколько позже, да, мы тоже были на этих значениях, поэтому ситуация также может вполне повториться, но для этого нужен дополнительный сигнал. Пока такого сигнала нет, поэтому пока мы смотрим именно с позиции продаж по Zcash, но опять же, держим в уме возможное коренное изменение ситуации по данной криптовалюте. Что касается Monero, вот то, о чем мы уже немного поговорили, на самом деле, вот на Monero были заработаны наибольшие прибыли в августе текущего года многими нашими трейдерами, потому что буквально за несколько дней, повторюсь, цена увеличилась почти на 300%, даже более, и, конечно, грех было не воспользоваться данной возможностью. Сейчас же мы видим, что есть некая боковая консолидация между отметкой в 80 и 100, если округлить данные значения, то есть плюс-минус 80 и 100, это два ключевых значения, внутри которых зажата цена, поэтому, опять же, кто следит за Monero, лучше пока просто немного подождать выхода за пределы этого диапазона, но либо можно использовать стратегию работы в боковом канале, то, о чем мы уже говорили, на примере эфир-классик. То есть вы также можете, скажем, покупать от нижних значений бокового канала и продавать вблизи максимальных значений вот именно данной консолидации. Поэтому вот еще одной идеей, которая может вполне выстрелить в ближайшие дни, будет выход за пределы этой консолидации за рамки данного коридора. Двигаемся дальше. Litecoin – это вот также к разговору о том, как быстро может вырасти криптовалюта, за которой даже, может быть, кто-то и не следил вовсе. Вот в августе, опять же, и в начале сентября было впечатляющее движение. К сожалению, некоторые его не заметили, даже изначально пропустили. Ну, я имею в виду, что присоединились не сразу после начала ускорения, да, вот выше 50 долларов, а именно уже вот во второй волне я помню, что многие наши участники торгового чата и трейдеры начали первые покупки только от 60 долларов, вот уже когда прошло первое импульсное движение. Что касается текущей ситуации, то вот мной также была проведена некая аналогия, то есть на графике можно увидеть схожие признаки с тем, что мы видели в августе, то есть вполне можно рассчитывать, что подобный импульсный рост, движение вверх, оно может повториться в ближайшие дни, но опять же есть то, что немного смущает. Если мы посмотрим на движение, которое было в августе, то мы видим, что оно было почти безоткатным, то есть были большие зеленые свечи и довольно маленький свечи красного цвета, то есть цена почти не снижалась. А сейчас мы видим, что есть несколько довольно больших красных свечей, то есть есть и довольно повышенный объем на продажу по лайткоину, но опять же, учитывая, что лайткоин во многом теснее связан с биткоином, чем другие криптовалюты, об этой связи неоднократно уже говорилось и нами в ходе вебинаров, и в целом это общеизвестный факт, то вот с биткоином вместе вполне лайткоин может выстрелить в самые ближайшие недели. Опять же, я бы здесь обозначил ключевую отметку, это уровень 65 долларов за один лайткоин. Это, одну секунду, обозначу уровень более точным, красным цветом линия сейчас соответствует данной отметке, то есть, выше нее вполне можно будет начинать покупки, пока же лучше подождать, либо покупать, но небольшим объемом, то есть, делать первую тестовую сделку, чтобы затем позицию эту увеличить в объеме уже после закопления выше уровня. вот опять же, на продаже пока мы данный инструмент не рассматриваем. В целом, видим, что есть даже восходящий тренд по данному активу. Если мы отмечаем, что, скажем, по Монеро сейчас боковой канал, по, скажем, эфир классик, в принципе, он не сильно ходил вверх по лайткоину, есть восходящий тренд, есть импульсные движения, поэтому криптовалюта довольно перспективно в ближайшие недели. Дешкоин на самом деле интересно очень снижался вчера, но вот сейчас покупатели вернули данный актив к прежним значениям отчасти. Здесь можно говорить о формировании такой фигуры графического анализа, как треугольник. То есть мы видим некое сужение на графике, сужение цены, поэтому как только цена выйдет за границы данного треугольника в одну из сторон, вверх или вниз, по сути, неважно, у нас появляется отличный сигнал для открытия сделок. Если мы будем находиться выше 320 долларов за один Dashcoin, то можно будет его покупать с целью минимума на 400 долларов. Если же мы окажемся ниже в отметке 287, даже 285 уместнее будет так обозначить нижнюю границу консолидации, то вполне снижение может продолжиться. Сейчас постараюсь обозначить целевые значения. Да, на самом деле это не так важно. Хотел на графике показать линиями целевые области. Сделаем просто это таким образом. То есть красная линия вверху говорит о ближайшем потенциале в случае выхода из треугольника вверх с 300 до 400 долларов. И вторая красная линия это вот этот уровень отметка 218 220 примерно. Это вот та цель которая будет у продавцов в случае если мы увидим из треугольника именно вниз. То есть вот очередная торговая возможность которую можно использовать будет уже в ближайшие дни. Поэтому стоит опять же понаблюдать за развитием ситуации по данной криптовалюции. Что касается Ripple это вот та самая дешевая по сути криптовалюта из наиболее капитализированных. Это не мешает ей кстати быть одной из основ для проведения различных операций внутренних между крупными банками всего мира. То есть не секрет, что Ripple и технология Ripple используется для более стабильной работы, для снижения издержек в общем говоря простым языком банками уже на протяжении последних месяцев. Причем это опять же как ни странно пока не влияет на резкий рост его стоимости. Но как думается все еще впереди у Ripple и вполне мы можем обновить максимум в ближайшее время. Хотя общая тенденция здесь даже нисходящая скорее. Но есть вот такие импульсные движения вверх, которые желательно не пропускать. Вот мы видим было несколько этапов взрывного роста. Вот самый яркий из них желтым цветом я обозначил на графике. И затем относительно недавно также было ускорение по Ripple. Во многом мы видим опять же боковой канал между отметкой в 15 центов. Это вот нижнее значение и отметкой в 27 центов за одну монету. Вот так или иначе мы двигаемся внутри от одного уровня к другому и обратно. То есть сейчас недаром были обозначены две синие линии на графике. Мы вышли за пределы довольно узкой консолидации локальной и вполне можем отправиться к отметке в 27 центов, то есть к нижней, точнее к верхней, прошу прощения, границы этой консолидации. Далее, пожалуй, последнее сегодня на очереди криптовалюты это биткоин кэш. Вот то, о чем мы говорили. На самом деле, после впечатляющего движения еще в августе, в момент создания и появления данной криптовалюты, ничем особо она не отметилась, к сожалению, но вот несколько дней назад был всплеск объемов, всплеск цены с 300 до 400 долларов, цена поменялась, но сейчас, пожалуй, других идей по биткоин кэш скорее нет, потому что цена находится в такой довольно сжатой области, в консолидации, опять же, поэтому стоит ожидать выхода за ее пределы. Вот посмотрите, ситуация во многом похожа на то, что мы только что видели по рипу, то есть есть некий боковой канал, вот то же самое, что было по рипу, и как только мы выйдем за его границу, у нас будет некое ускорение, то есть можно дождаться пока мы выйдем за границу этого канала и уже тогда открывать сделку на покупку или на продажу, пока даже на самом деле непонятно куда в итоге цена отправится именно по биткоин кэш по отношению к доллару это график, поэтому опять же просто ждем по данной футовалюте дальнейшего развития ситуации. Да, ссылка на торговый чат, она была выше в нашем общем-чате, и я думаю, что мы сейчас еще раз ее вам направим. Вот с торговыми идеями, которые были на сегодня подготовлены, пожалуй, все, более того, время у нас уже поджимает, поэтому я вкратце обозначу те дополнительные привилегии, которые вы можете получить, как участники данного вебинара от нашей компании, в случае, если решите попробовать свои силы, да, и начать торговать через брокера с нами криптовалютами. Прежде всего, вы можете рассчитывать на бонус 25% от суммы пополнения, то есть, скажем, если вы пополните счет на 1000 долларов, у вас будет 1250 на счете, всю эту сумму вы можете использовать для открытия сделок, бонус не выводится, но вся прибыль, которую вы получаете от этого использования, и весь ваш капитал, конечно, вы можете вывести в любой момент, поэтому, опять же, торговый бонус весьма полезен для, скажем, каких-то просадок небольших по счету, или для увеличения объема. Более того, мы подготовили специальную книгу, которая включает в себя теоретические аспекты, там есть разбор торговых стратегий основных, вся информация по текущему состоянию рынка, и вот эту книгу также может получить тот, кто решит продолжить работу с брокером Amartes. И совсем вкратце обозначу, что не так давно у нас был запущен биткоин-счет, то есть, если вы имеете, скажем, биткоины на ваших кошельках, то можете без конвертации, без комиссии пополнить торговый счет у нас в компании и совершать сделки на криптосчете. Затем также выводить прибыль, выводить основной капитал обратно на ваш кошелек, откуда вы собственно сумму и переводили. Вот про чат трейдеров уже неоднократно было сказано, конечно, это наша мера по поддержке трейдеров, особенно начинающих. Просто, если вы пока еще слабо разбираете данные темы, можете копировать сделки, которые в чате представлены, можно минимальным объемом либо можно на демо-счете это делать. У нас есть демо-счета, где можно в режиме реальных торгов попробовать свои силы, но на виртуальных деньгах. То есть средства будут виртуальными, но опыт будет точно такой же, как будто вы работаете на демо-счете. И самое интересное, что у нас есть инвестиционный продукт, это крипто-портфель, то есть вы можете сами не торговать, не уделять этому время, просто купить крипто-портфель, который включает в себя наиболее перспективные криптовалюты в данный момент, и зарабатывать на росте этого портфеля. То есть не вызывает сомнений, я думаю, что в целом сфера криптовалют будет дальше только расти. Безусловно, будут некие коррекции, как мы видели, коррекцию по, скажем, вот после новостей из Китая негативных, но, опять же, все эти движения вниз довольно быстро выкупаются, и в целом сфер криптовалют продолжает свой планомерный рост. Порог входа в портфель уже от 200-300 долларов, поэтому можно протестировать, опять же, данный инвестиционный продукт, даже с небольшой суммой на счете. Ссылку на криптопорфель я думаю, сейчас смогу направить в общий чат и по вопросам. Также пробежимся. Был вопрос, с какой биржи лучше начинать торговлю новичку. На данном слайде, я думаю, есть ответ, лучше начинать работу с брокером, который регулируется, который защищает клиентов на сумму до 20 тысяч долларов, как это в случае с нашей компанией происходит. Но опять же, мы об этом уже говорили, что нужен некий элемент диверсификации, то есть снижение рисков, в том числе риска брокера, путем открытия нескольких торговых счетов в разных компаниях, например. То есть у вас может быть торговый счет на биржи криптовалюты, может быть торговый счет у брокера. И более того, вы можете даже зарабатывать на арбитраже криптовалют. О том, что это такое, мы как-нибудь с вами тоже поговорим. То есть можно зарабатывать на том, что котировка по биткоину отличается на разных площадках, и вот на этой разнице можно безрисково по сути получать доход. Поэтому опять же мы можем с вами в следующих вебинарах это как-нибудь обсудить. Вопросы по регуляции, по лицензированию попрошу задать сотрудникам компании. Например, сегодня либо завтра вы можете позвонить, можете даже открыть демо-счет опять же и поговорить с персональным менеджером компании. И вот эти вот уже более тонкие, более технические нюансы решить, потому что у нас тема все-таки как зарабатывать на криптовалютах, а не скажем как открыть торговый счет. опять же по арбитражу также я думаю мы как-нибудь поговорим, возможно в следующем вебинаре, либо можете обратиться к сотрудникам компании для того, чтобы получить подробную информацию на данный счет. Детально все обсудим. Ну, на самом деле утверждение о том, что криптопортфель в минусе по сравнению с биткоином не совсем верное. Давайте я вам просто покажу график криптопортфеля и вы поймете, что он растет даже быстрее, чем сам биткоин. Вот, скажем, биткоин если увеличился на примерно 50% за последний нет, не 50%, прошу прощения, примерно 30% за последние недели, то криптопортфель добавил порядка 60%. Сейчас в списке инструментов я его найду. Вот динамика на дневном графике. Мы видим, что да, он во многом повторяет движение по биткоину, но по сути он прибавил около 80% с сентября, когда был откат последний. И сейчас он также обновит в скором времени уже исторические максимумы, которые по нему были зафиксированы на данном значении за счет добавления новых криптовалют в него в том числе и за счет того, что те, которые уже есть, будут расти. Что касается вопроса выбора биржи криптовалют, то опять же повторюсь, я бы вам советовал торговать именно через регулируемую бронетскую компанию, такую, как Амаркетс, например. Ну, либо выбирать одну из топ-5 бирж по обороту, с которыми, как кажется, точно уже ничего не случится, хотя опять же ситуации бывают разные. Что ж, на этом, пожалуй, до сегодня все. Опять же, в общий чат можете продолжать писать вопросы, либо связаться завтра с сотрудниками нашей компании, обязательно найдем решение для каждого из вас. Были рады сегодня с вами поработать, всем спасибо, что были с нами, успехов в торговле, в освоении сферы криптовалют, увидимся совсем скоро, у нас данные вебинары проводятся регулярно, поэтому я думаю, что еще совместно самые актуальные темы по криптовалюции мы с вами обсудим. На этом все, всем успехов в торговле, всего доброго, запись обязательно будет, и, в общем, удачи. Спасибо всем зрителям, что были с нами, трансляцию на этом прекращаем. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...